Какое-то время тому назад было такое движение у нас в Америке распространено, Promise Keepers. Помните, мужчины, особенно тем, которые уже постарше, может, вы помните, было буквально десяток лет назад, собирались на стадионах, и были такие прекрасные собрания. Promise Keepers, то есть те, которые держат обещания, держатели обещаний, так можно перевести это название. Прекрасное движение, сейчас оно немножко поубавилось, а идеи у него были очень хорошие. И вот тогда, когда эти мужчины собирались вместе, они давали друг другу обещания и проверяли друг друга, у них была подотчетность. И вот когда у них была эта подотчетность, они собирались по группам и спрашивали. И вот несколько вопросов, которые они друг другу задавали. Я специально их сохранил для того, чтобы они стали и для нас каким-то образцом в этом отношении. Вот один из вопросов, который они задавали в этих малых группах, когда они разбивались на них, проводил ли я время на прошлой неделе, они это делали еженедельно, эту проверку, проводил ли я время на прошлой неделе с какой-либо женщиной, так, что можно расценить это как сомнительное. Мое поведение, может, я ничего такого не делал и не допускал, но мое поведение могло стать намеком. Намеком к какому-то флирту, она могла что-то подумать, люди, которые окружали меня, или те, кто могли прочитать какое-то мое текстовое сообщение. В общем, тут все, и это действительно обличает. Второе, был ли я честен в сфере финансов? И здесь налоги, здесь все транзакции, которые проходят через мою карточку и кредитную, и банковский счет и так далее, все-все-все здесь. Третье, позволял ли я своим глазам смотреть на то, что поощряет похоть, непотребство, грех? И мы понимаем, что речь идет не только о прямом грехе, ну, скажем, там, порнографии, да, но и о тех вещах, которые для меня лично могут сослужить эту злую службу. Ведь есть такие вещи, которые другие люди видят, и для них это нормально. Но для меня, и я знаю это, и каждый из нас это знает, у каждого из нас есть свои слабости, на которые как раз и нацеливает свои стрелы лукавые, и он хочет нас поработить. Четвертое, достаточно ли времени я провел в изучении Библии и молитвы? Какой трудный вопрос, как трудно на него ответить. И вряд ли кто-то найдется, который даст положительный ответ. Да, я достаточно. Это вряд ли будет. Но пятый вопрос, еще сложнее. Достаточно ли времени я провел со своей семьей? Шестой вопрос, еще сложнее. А как насчет моего призвания, был ли я верен ему? И некоторые из нас могли бы здесь пожать плечами. А в чем заключается мое призвание? А что имеется в виду под моим призванием? Ведь одно дело читать Библию и ходить в церковь, и это правильно, но тогда, когда мы это делаем, Господь где-то, когда-то, на каком-то этапе нашей жизни должен нам открыть, а в чем заключается его воля для нашей, для моей конкретно жизни. И, наконец, седьмой вопрос. Не солгал ли я в каком-либо из своих ответов? И вот представьте себе, даже тот человек, который где-то покривил душой при этом признании, вынужден теперь на седьмой вопрос, но вот он становится перед выбором, то ли ему и солгать и в этом отношении, или все-таки признаться. Продолжение следует...